Привет, мир! Говорим о том, что такое IP-адрес. Вообще, IP расшифровывается как интернет-протокол. Но поверьте нам, даже в профессиональной среде аббревиатуру не расшифровывает никто. IP-шник, адрес, IP и P, как угодно, но не интернет-протокол. Окей, погнали разбираться, и вот вам пример из реальной жизни. Если нам нужно отправить письмо, то на конверте нужно указать, куда его нужно отправить и от кого. Но приклеить марки, сходить на почту и постоять в очереди. Без этого ничего не выйдет. С IP-адресом все так же. Это адрес компьютера, сервера или любой другой активной сетевой железки. Чтобы общаться с другими компьютерами и серверами, нужно, чтобы у него был уникальный идентификатор. Чтобы понять, куда нужно слать данные и как их получить обратно. Например, мы хотим зайти на сайт. Для этого нам нужно отправить письмо сайту и сказать, что нам нужна его главная страница. Сайт получит это письмо и вышлит нам страничку по адресу, указанному на конверте в поле отправителя. Почему он так странно выглядит? Компьютеры общаются нулями и единицами, которые называются битами. И на самом деле этот адрес выглядит как строка из 32 нулей и единиц. Нет-нет, именно так. Представьте себе комбинацию нулей и единиц. Это двоичная система. Двоичная, потому что есть значения 1 и 0. И все, больше никаких. Авторы адресации подумали и поняли, что ввод 32 единиц нулей мог бы привести к панической атаке системного администратора. Было принято решение переводить его в десятичную систему. Также решили разбить это длинное число на 4 части, поставив 3 точки. В итоге мы получили 4 числа от 0 до 255, с которыми гораздо проще работать. Возможно, вы где-то видели IP-адреса, которые длиннее и содержат в себе буквы. Это что, тоже IP-адрес? Да, это тоже IP-адрес, только другой версии. То, что мы уже обсудили, называется IPv4, то есть IP четвертой версии. Да-да, они еще и по версии отличаются. С этой версией есть одна проблема. Всего может существовать 4 миллиарда 294 миллиона 967 тысяч 296 адресов, что не хватит для всех устройств, особенно сейчас, когда адрес может быть даже у холодильника. Здесь мы уже используем число из 128 бин, которое делим на 8 частей при помощи двоеточий и переводим их в 16-ричную систему счисления, опять же для удобства. Принцип работы остается тем же, а адресов теперь доступно 10 в 28 степени. 79 актиллионов, 228 септиллионов, 162 секстиллиона, 514 квантиллионов, 264 квадриллиона, 337 триллионов, 593 миллиарда, 543 миллиона, 950 тысяч, 336. Фух, этого пока должно хватить. Круто, разобрались. Теперь ответим на вопрос, а в чем разница между статическим и динамическим адресом? Она вытекает из названия. Статический адрес не меняется у компьютера и всегда остается одним и тем же, в то время как динамический назначается на определенное время, а затем меняется другим. Зачем это нужно? Дело в том, что если вы хотите попасть на сайт, вам необходимо знать его адрес. Если он изменится, то мы не сможем его найти. Для этого нужны статические адреса. А вам, как посетителю сайта, статический адрес не нужен. Подойдет динамический, который вы напишите на конверте в поле «Отправитель». Также можно называть IP-адреса внутренними и внешними. В чем тут дело? Как мы уже знаем, в IPv4 у нас ограниченное количество адресов. На всех не хватает. А так еще в интернете нельзя иметь два одинаковых адреса, ведь в таком случае нельзя будет однозначно понять, кому передавать данные. Но как дать возможность выходить в интернет всем, кто захочет? Переходить на шестую версию? Можно, но это дорого и долго. Тут нам на помощь приходит технология NAT. Network Address Translation, а точнее ее надстройка PATH. Port Address Translation. Суть которой в том, что много устройств могут выходить в интернет с одним и тем же адресом. Но как такое возможно, если мы сказали, что нельзя иметь два одинаковых адреса? Суть в том, что у вас есть ваш внутренний адрес, который выдает провайдер, с которым вы находитесь внутри локальной сети. А есть внешний адрес, который провайдер вам дает для выхода в интернет. И основная идея заключается в том, что несмотря на то, что у вас и у других пользователей одинаковые адреса, их можно отличить, благодаря тому, что к адресу добавляется порт. Это уникальное значение после двоеточия, которое присваивает провайдер, и которое является дополнительным идентификатором, позволяющим различать адреса. Это позволяет решать проблему с нехваткой адресов и является дополнительным слоем безопасности. Так что насчет вычисления по IP? Стоит ли беспокоиться по поводу высказываний вашего оппонента в онлайн-игре, который уверяет, что у него есть брат-программист, который сможет вас идентифицировать и найти? Не стоит. Ведь этот IP-адрес нужно сначала найти, но это будет внешний адрес, который есть у тысячи других компьютеров. А сопоставить внешний адрес и внутренний адрес может только провайдер. Так что сохраняйте спокойствие, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...